здравствуй дорогуша здрасте мне как всегда бокал пива и картофель фри постарайся побыстрее да конечно бокал светлого пива и порцию картофеля фри дай мне на 43 принято заказ на 43 готов забираю ваше пиво и картошка фри вы что эту картошку выращивали уважаемые вы издеваетесь это картошка сырая прошу прощения сейчас все переделаем дам за 43 утверждает что картошка сырая на вид готовый ну хорошо переделаем а 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 и готово забираю Прошу вас, ваша картошка фри Неужели? Вы издеваетесь? Вы что, не можете приготовить картошку? Она все еще сырая! Прошу прощения, мы постараемся исправить эту ситуацию Гость по-прежнему утверждает, что картошка сырая Ну хорошо, сейчас пожарим как надо Теперь точно готово Ваша картошка теперь должна быть точно готова О боже, это фантастика! Ей кажется понравилось Этого не может быть Хотя именно примерно так Были придуманы картофельные чипсы Случилось это в далеком 1853 году В городе Саратого Спрингс, США Еще тогда фирменным блюдом во всех ресторанах был картофель фри Да, изначально это ресторанное блюдо И в те времена уже был фритюр Пока у нас в России начиналась только Крымская война Так вот, случилось это в одной из гостиниц, где остановился железнодорожный магнат Придя на ужин, он заказал себе картофель фри Но по итогу вернул ее на кухню со словами, что картофель фри сырой и слишком толсто нарезан Шеф-повар с этим не согласился и решил проучить данного гостя Он нарезал картошку толщиной с бумажный лист и пожарил Но на всеобщее удивление данное блюдо понравилось гостю И по итогу это блюдо стало фирменным блюдом данного ресторана Спустя несколько лет это блюдо стало фирменным блюдом многих ресторанов И лишь спустя 42 года это блюдо стали отдавать на вынос в бумажных пакетах Кстати, в России это блюдо появилось только в 1963 году А это на минуточку спустя 110 лет после того, как оно стало популярным в Америке Ну как-то так С вами была студия Ты Шеф и я Сергей Качан До встречи! Субтитры сделал DimaTorzok